Сейчас в этой лаборатории проводится испытание препарата под названием йодомид, изготовленного нашими учеными. Это лекарство предназначено для лечения вирусных заболеваний у животных. К примеру говоря, он может вылечить ящер. Лекарства будут проверять на таких морских свинках и кроликах в течение 10 дней. Животное должно оставаться живым и клинически здоровым. В течение следующих 10 дней ученые наблюдают за изменениями в самочувствии животного. Если показатели будут положительными, препарат отправят обратно в лабораторию, там добавят последний компонент, содержащий витамины. Над этим лекарством ученые колдует уже в течение 5 лет и, наконец, практически завершили свою разработку. Как только все тесты будут успешно пройдены, его запатентуют. Вот этот препарат можно применять внутримышечно, внутривенно, подкожно и даже можно наружно. При эндометритах, при фагнитах можно, даже привыкания нет к этому препарату. Вакцину от разных вирусных заболеваний у животных изготавливают в этой лаборатории. Сначала лекарства испытывают на вирусах, которые находятся в этом биобоксе, и только после этого тестируют на животных. Помимо йодомида, ученым удалось разработать вакцину от геморрагической болезни кроликов. Препарат уже запатентован, пока выпускается в ограниченном количестве. Отечественные вирусологи давно отказались от методов подсадки бактерий с животным, и все тесты проводят исключительно на выращенных в пробирке вирусах. Есть лекарство «ЮДОСЕЛЬ». Это препарат применяется при болезнях беломышленной болезни, энзотическом зубе и алиментарной анемии. Сотрудникам нашей лаборатории изготовлено. Кроме того, мы готовим плазмокагуляза, такой препарат. Этот препарат применяется для диагностики, для определения стафилококка. Задач, которые ставят перед отечественными учеными много, но условия для работы оставляют желать лучшего. Сегодня они демонстрируют вполне себе успешный противовирусный продукт, который должен помочь многим предпринимателям, фермерам избежать возможных финансовых потерь. Завершить разработку препарата может и можно было бы быстрее, будь у ученых достаточно лабораторий, а в них все необходимые инструменты, современное оборудование и реагенты. Люди науки пытаются доказать ругающим их скептикам, что они действительно работают. Дело в том, что финансирование в развитых западных странах, там финансирование науки 80% за счет бизнеса частных структур происходит. Только 20% государства у нас наоборот получаются, потому что бизнес-структуры, которые могут финансировать науку, пока не созданы. И поэтому основную часть наших исследований это финансирует государство, но этих средств недостаточно. И у нас проблемы с научными приборами. Ну, мы сегодня говорили, заработная плата низкая, мало выделяется денег на экспедиции, командировки, изготовление приборов на других. Вот эти вопросы перед нами стоят в 2020 году. Есть ли в Кыргызстане наука? Безусловно, да. Сегодня она требует поддержки для внедрения инновационных решений. Только по последним данным за этот год отечественные ученые создали 28 изобретений, получили 21 положительное постановление на выдачу патента. Айтол Консулпуева труга нияза фантаз.